Ветераны отдела радиационной безопасности на станции. Проект «Росатома» – день учителя на объектах отрасли. На Смоленск АЭС в работе первой и второй энергоблоки общая мощность составляет 2109 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 31 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии с начала ноября составила 253 миллиона киловатт-часов. С начала года выработано 16,1 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 498 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Вновь почувствовать себя в рабочей среде и проникнуться атмосферой производственного процесса смогли ветераны отдела радиационной безопасности Смоленск АЭС. В рамках проекта «Связь поколений» они побывали с экскурсией на атомной станции. Атомщики старшего поколения посетили свои бывшие рабочие места – щит дозиметрического контроля энергоблока номер 1, лабораторию участков обслуживания отдела радиационной безопасности. Везде их радушно встречали коллеги по цеху, те, с кем когда-то вместе трудились, и молодежь, пришедшая им на смену. После модернизации, которая проведена в рамках продления эксплуатационного ресурса, энергоблоки номер 1 и номер 2 претерпели большие изменения. В новый период они вступили практически полностью обновленными, соответствующими современным требованиям безопасности. Сейчас близится к окончанию реконструкция блока номер 3. Чистота, порядок везде. Все люди заняты своим делом. Вот. Как говорится, каждый боец знает свой маневр. Вот. Впечатления очень положительные во всем абсолютно. И, в частности, вот на щите дозконтроля, где мы сейчас находимся, посмотрел, какой щит дозконтроля был 5 лет назад и который сейчас. Произошла реконструкция, вижу. Вот. Поменялись приборы новые. Вот. Все упорядочено. Здесь? Вот. Приятно. Очень приятно. Испытала волнение при встрече с коллегами и Галина Безрукова, несмотря на то, что на заслуженном отдыхе всего два года. Она проработала на Смоленск-КС почти три с половиной десятилетия. Волнение какое-то при встрече со своими бывшими коллегами. Ну, естественно, вот прошло всего два года, но уже поменялось многое. Вот щит дозконтроля вообще преобразился. Думаю, что увижу еще какие-то изменения. Ветераны благодарят руководство Смоленской атомной станции и ветеранскую организацию за возможность посетить с экскурсией бывшие рабочие места. Смоленскую АЭС посетили педагоги школы номер 35 Смоленска. Их визит был организован при поддержке регионального центра по атомной энергии в рамках проекта «Росатома. День учителя» на объектах отрасли. Учителя побывали на энергоблоке, пообщались со специалистами, которые рассказали о технологии производства электрической и тепловой энергии, системах контроля и эксплуатации энергоблоков АЭС и их безопасности, экологической составляющей работы атомной станции. На полномасштабном тренажере блочного счета управления гости узнали, как производят технологические переключения, какие особенности подготовки и поддержания квалификации оперативного персонала атомной станции. Учитель истории Ольга Отрошенкова отметила для себя, насколько ответственный и тяжелый труд у атомщиков-энергетиков. Сама атмосфера на станции просто удивительная. Мы ходили с удовольствием, читали лозунги. И самый главный лозунг, который прослеживается буквально повсюду, это командный дух. Это призыв к тому, что ты не один, ты команда, а значит работаешь на команду. И от того, как ты сработаешь, зависит успех твоей команды. Проект Росатома «День учителя на объектах атомной отрасли» проводится третий год. За это время на Смоленск АЭС побывало около 1000 педагогов. Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Радди Додонков считает экскурсии на действующие АЭС крайне полезными для педагогического сообщества. Я как преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и темы, которые охватывают, например, использование атомной энергетики в жизни страны, населения, всего мира, оно является, так сказать, энергетика самая безопасная, дешевая. И также очень важно, например, на уроках ОБЖ знать детям, например, побывав здесь на атомной электростанции, важно знать саму систему работы атомной электростанции, какие профессии здесь. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятии, которое состоится в нашем городе. С 9 по 11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдет 16-й межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного энергетика Российской Федерации директора Смоленск АЭС Сергея Петровича Крылова. 9 ноября в 14.30 состоится торжественное открытие турнира «Предварительные поединки». 10 ноября в 14.30 – полуфинальные поединки. 11 ноября в 11.00 – начало финальных поединков. В 13.30 – торжественное закрытие турнира «Награждение победителей». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленск АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова